Смартфон Xperia Z2 является улучшенной версией смартфона Xperia Z1. Новинка отличается более мощной начинкой, IPS-экраном, отсутствием пленок на стекле, новой батареей, двумя стереодинамиками, размещенными во фронтальной плоскости, а также улучшенной работой камеры. Смартфон представляет собой моноблок, состоящий из двух стеклянных пластин и металлической рамки между ними. Рамка выполнена из анодированного алюминия. Фаски на рамке сняты грубо, грани получились острыми, из-за этого держать смартфон в ладони не очень комфортно. Xperia Z2 ощущается большим и тяжелым монолитным бруском. На передней стеклянной панели, как и на задней, теперь нет заводских защитных пленок. На лицевой стороне сверху и снизу у самых краев находятся продольные решетки динамиков. Аппаратных кнопок под экраном нет, их роль выполняют иконки на дисплее. На правой грани располагаются клавиши блокировки и управления камерой, качелька регулировки громкости и прикрытый заглушкой разъем для карты памяти формата microSD. На левой грани находятся прикрытые заглушками разъемы для сим-карты и microUSB, а также открытая контактная группа для соединения с док-станцией. На верхней грани разъем мини-джек для подключения проводной гарнитуры. В нижнем левом углу корпуса проделаны отверстия для крепления ремешка. Смартфон защищен от влаги и пыли согласно стандарту IP58. Он может находиться до 30 минут на глубине полутора метров в пресной воде. Диагональ экрана, выполненного по технологии IPS, равна 5,2 дюйма, а разрешение – 1920 на 1080 пикселей. Технология Live Color LED позволяет расширить цветовую палитру, обеспечивая охват палитры sRGB на 130%. Дисплей поддерживает управление в перчатках, а также мокрыми пальцами. К достоинствам экрана можно отнести эффективное олеофобное покрытие, отсутствие мерцания, слабое высветление черного цвета при отклонении взгляда от перпендикуляра к поверхности экрана, отличную равномерность черного поля, высокий контраст и хороший цветовой баланс. Однако у экрана есть минус – из-за широкого цветового охвата при отображении кожи наблюдается явный сдвиг в красный цвет, что выглядит неестественно. Звук динамиков неплохой, но не слишком громкий. Что касается звучания в наушниках, то тут претензий нет. Звук отличный, чистый во всем диапазоне частот, басов хватает, максимальная громкость велика. Фронтальная камера смартфона имеет разрешение 2,2 Мп, а тыловая – 20,7 Мп. Она позволяет снимать видео в разрешении до Ultra HD. Помимо автоматического и ручного режимов, у камеры есть немало дополнительных режимов съемки с интересными возможностями. Камера хорошо подойдет для документальной и художественной съемки, причем практически для любых сюжетов. В художественной съемке добавилась новая функция расфокусировки заднего плана. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 4.4.2, поверх которой установлен фирменный пользовательский интерфейс. Были улучшены меню уведомлений и установленных программ. Смартфон оснащен 4-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 801 с частотой 2,3 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ флэш-памяти. Несъемный аккумулятор емкостью 3200 мАч обеспечивает до 11 часов автономной работы в режиме просмотра видео и до 3,5 часов в режиме 3D-игр. Sony Xperia Z2 может похвастаться стильным дизайном, наличием защиты от влаги и пыли, хорошей производительностью, мощной батареей и неплохим звучанием. В минусы можно записать грубый на ощупь корпус. У смартфона нет значимых преимуществ перед конкурентами, как нет и существенных недостатков. Поэтому выбор между флагманскими аппаратами в немалой степени будет зависеть от эмоциональных предпочтений к той или иной марке.